СМС, здравствуйте! Это Укрлайф ТВ, и мы продолжаем наши прямые эфиры. Я хочу напомнить, что наш друг и партнер – медицинский центр «Призма». А у нас сегодня особенный гость. Мы звоним ему в Тбилиси, потому что хотим искренне узнать, что там на самом деле происходит после выборов, потому что информация какая-то поступает такая, что в Тбилиси тоже своеобразная политическая турбулентность. Итак, Георгий Мчадлишвили сейчас с нами на связи. Он ассоциированный профессор университета Европы, он доктор политических наук, он читает лекции в Тбилисском государственном университете, в университете Грузии. Георгий был приглашенным лектором в Джорджтауновском университете Вашингтона, исследователем в Королевском институте международных отношений Четтемхаус, работал в Тарту, и я уже на этом перестану просто все его регалии перечислять, иначе не останется времени для интервью. Георгий, здравствуйте. Добрый день. Георгий, вы знаете, я вот начала сегодняшнее утро с чтения новостей из Грузии и поняла, что у вас выглядит так, что оппозиция отказывается принимать мандаты и устанавливает палатки, по крайней мере, то, что я сегодня читала. Правящие партии празднуют победу, и непонятно, как ситуация будет развиваться дальше. Поэтому, если можно, прямо из прямых уст, что называется, расскажите, что происходит на самом деле в Тбилиси. Хорошо, приветствую всех ваших слушателей и телезрителей. Очень рад быть первый раз на вашей программе. Что касается Грузии, действительно, ситуация неопределенная, такого еще в Грузии не было, несмотря на то, что в Грузии такая турбулентная политика и довольно активная политическая активность. Все 30-летки зависимости, буквально каждые выборы считаются решающими. После всех выборов бывает какая-то напряженность. К сожалению, последние, ну, нам, по сути, кроме самых-самых первых выборов в 90-91 году, во всех выборах есть проблемы не то, что легитимности, вот, так сказать, их полной честности и протрачности. К сожалению, не стали исключением и эти выборы. Хотя, надо признать, что, несмотря на довольно строгие предупреждения и некоторые довольно критические абзацы со стороны того же вот этого ОБИХРа по правам человека, в общем, института ОБСЕ, несмотря на это, выборы все-таки приняты, признаны легитимными. То же самое отметили и несколько американских дипломатов, которые довольно критично, ну и довольно, так сказать, строго следят за Грузией последние десятилетия. И это, в принципе, очень радует, потому что Грузия находится все-таки вот в радаре интересов Запада. Ну, некоторые считают, что она должна больше находиться, меньше. Но, тем не менее, многие, несмотря на то, что в каждой стране, в частности, в Соединенных Штатах и в Европе, каждая своя, так сказать, свои многочисленные проблемы и вызовы, да, Грузия не выпадает из поля зрения. И, в общем, да, несмотря на то, что, в общем, так сказать, зачет со скрипом, но все-таки зачет грузинским выборам. Хотя, да, много критических замечаний, конечно, они были очень несовершенны. Но, тем не менее, я думаю, что в пределах 1-2% все-таки волеизмерения зафиксировано. И, да, вот главным оппозиционным партиям, ну, в частности, Единому национальному движению, понятно, не просто это признавать. Они много, так сказать, инвестировали информационно, там, по-всякому в эти выборы. Надеялись то, что результат будет иным, но, тем не менее, вот Грузия приняла такой выбор. И я думаю, ну, опять же, я человек, я не являюсь членом никакой партии. Понятно, кстати, в разное время у меня бывают всякие какие-то преференции. Но в данном случае я, ну, на мой взгляд, этот путь сегодняшней грузинской оппозиции не совсем правильно, несмотря на то, что, да, возможно, они потеряли 2-3%, ну, не больше от этих голосов. Может быть, им положено больше, но, тем не менее, парламент – это главная платформа, тем более Грузия сейчас же становится парламентской республикой, главная политическая платформа. И самое главное для интересов страны, очень вот жалко, что вот последние несколько, ну, последние лет, наверное, 10, и особенно вот последние 8 лет, когда практически вся политика Грузии становится уже ареной противостояния, вот таких вот битва титанов, можно сказать, вот двое очень влиятельных человека, Саакашвили и Иванишвили, практически вот вся вот борьба между ними. Я считаю, что для Грузии это плохо, потому что Грузия должна, наконец, выйти вот этого постсоветского вот такого вот замкнутого круга пространения лидеров. Опять же, в Грузии, общество Грузии, в общем, уже созрело. Да, в течение где-то почти 30 лет вот всегда хотел общество увидеть какого-то вот мессию, кого-то, кто вот выведет страну из кризиса. Теперь понятно, что эта формула мессии не работает, теперь понятно, что главное институты, главное функционирующее государство, сдержки и противовесы, политический диалог. И вот, к сожалению, вот это вот был хороший шанс, чтобы наконец-то состоялся, потому что, да, на самом деле у грузийской комиссии, да, будет большинство в парламенте. Будет ли у нее 75% голосов, это пока еще вопрос. Но даже если будет, это большинство будет далеко от конституционного, далеко от подавляющего, и есть поле, так сказать, политической борьбы. Ну вот, пока что, на сегодняшний день, опять же, завтра может быть по-другому, завтра, может быть, одна или две партии, так сказать, закажутся такими спойлерами, и все-таки, так сказать, возможно, поменяют свое решение. Кстати, были подобные разговоры, правда, не дошло до формального решения, и на предыдущих выборах, в 2016 году, но тогда, правда, победа грузинской мечты была куда более значительной, и поэтому, так сказать, особого в этом смысла не было. Ну вот, продолжается это противостояние, я думаю, что в проигрыше оказывается Грузия, в проигрыше оказываются политические процессы развития Грузии. Грузия должна быть как... да, она является, может быть, это не самое... ну, к сожалению, так сказать, я надеюсь, так сказать, украинские зрители не обидуются, вот лига стран восточного партнерства, да, Грузия, Украина, Молдова, они находятся в лидирующей тройке, но это не та лига, что надо гордиться вот этим лидерством. Мы должны уже, наши страны должны уже, так сказать, замахиваться на более высокое место. Они должны замахиваться уже на страны, которые уже непосредственно являются уже кандидатами членства в Евросоюз и в евроатлантические структуры. Пока до этого далеко. И вот всякие вот такие политические дрязги, они, ну, не способствуют, мягко говоря, этому процессу политического развития в Грузии. Георгий, сразу два вопроса. Как вы считаете, насколько вот протесты оппозиции могут перерасти во что-то серьезное? Почему я об этом спрашиваю? Потому что за последнее время слишком много турбулентности случается в странах, которые находятся, ну, я понимаю, это не очень удачное сравнение постсоветское пространство, не очень удачное определение, но, тем не менее, да, вот на территории бывшего Советского Союза, давайте так скажем. И вот в этом смысле, когда начались протесты в Грузии, вдруг что-то так внутри йокнуло, подумало, боже мой, неужели и Грузия туда же, вот как-то? Да, да. Ну, понимаете, это вот такие сложные годовые муки, можно сказать, такого более развитого политического такого объединения. Да, мы должны через это пройти. Конечно, это очень плохо и болезненно, особенно, особенно с учетом такого, ну, недружественного, даже, так сказать, understatement, мягко говоря, соседа, как Россия, который все время пытается найти слабое место и ослабить нашу государственность, понимаете, особенно в условиях. И особенно сейчас, теперь же конъюнктура, в принципе, не очень, так сказать, для нас положительная в том плане, что западные структуры сегодня, они больше заняты собой. Вот этот термин «westlessness», вот «беззападность», то есть то, что политический запад сегодня присутствует на постсоветском пространстве в наших странах, особенно те страны, которые, наконец-то, хотят, которые имеют шанс вот выйти вот из этой, так сказать, лимбово, из этого вот такого промежуточного состояния. Может быть, мы будем находиться, естественно, всегда на территории бывшего союза, но по духу, по, так сказать, по нашему развитию, по политической структуре, по, так сказать, вот характеру государства мы уже не будем постсоветскими, и мы уже будем ближе уже к государствам Балтии. Понятно, что, так сказать, их уровень пока что трудно достижим, но уже хотя бы, так сказать, вот по качеству политического процесса, по качеству клюрализма, например, по той легкости, с которой, например, власть сменяет друг друга, которого почти, так сказать, не было. Например, да, это произошло в Грузии 8 лет назад, это очень положительное явление, но, опять же, это было только под очень серьезным давлением западных партнеров. Тогдашняя правящая партия, то есть, отказалась и, ну, и перестала, в общем, вести себя так, в общем, не демократически по отношению к тогда еще композиционной грузинской мечте. Да, вот мы еще, мы еще в этом кругу, мы еще не вышли на новый уровень, и да, это будет сложнее, потому что сейчас, опять же, вот как я сказал, западу, ну, не то, что не донат, меньше донат. Америка, понятно, что сейчас занята выборами, она уже последние несколько, ну, всегда мы знаем, вот в этот високосный год, где-то начиная с августа-сентября месяца, где-то на три месяца Америка, так сказать, вырубается из процессов мировых и занимается, так сказать, своими выборами. Ну, до инаугурации, скажем, так оно и будет. В Евросоюзе свои процессы, тем более, понимаете, да, и в том же НАТО, да, вот мы могли себе представить хотя бы несколько лет назад, что между членами НАТО, Турции, там, Греции, Турции, Франции будут такие право-теоречия, такие отношения. Это ослабляет вообще западные структуры, это ослабляет имидж западных структур, это дает, кстати, аргумент, к сожалению, это дает аргумент антизападным силам и в Украине, и в Грузии, ну, я меньше знаком с украинской конструктурой, но я знаю, я читаю, такие тоже есть, которые пытаются, так сказать, использовать какие-то недостатки, какие-то сложности, которые происходят в НАТО, Евросоюзе, чтобы показать, вот видите, кому вы там нужны, вот у них, так сказать, свои проблемы. Это очень сложно, сейчас мы находимся в более сложном положении, и особенно важно, особенно важно вести себя ответственно, политически ответственно. Вот я вот очень надеюсь, что, ну, мне лично хочется, чтобы парламент состоялся, да, может быть, его состав будет не таким, не полностью отражать военноизъявление народа, но это будет довольно пестрым, довольно многогранным парламентом, потому что, опять же, вот я вот, я уже упомянул противостояние грузинской мечты Единого национального движения, мне бы самому хотелось, чтобы было бы больше сил и больше процентов новых сил, так сказать, потому что это как-то оздоровит политический процесс Грузии, но даже, даже если их число будет около 25%, вот как сегодняшний парламент так предполагает, все равно это будет каким-то шагом вперед. Мы очень надеемся, что все-таки это случится, и я вот желаю нашим странам преодолеть, да, и в Украине эти процессы довольно сложные, последние дни обострившиеся, но это надо пройти, и сейчас нам надо привыкнуть к тому, что это надо нам пройти самим, сейчас у нас будет меньше поддержки, может быть, в каком-то смысле это будет и к лучшему, то есть нам не на кого опираться, то есть нам надо самим собраться, им облиговать свои ресурсы, и самое главное, стать политически ответственным, потому что на кону наше политическое будущее, на кону станем ли мы членом западного сообщества, естественно, на Западе эти проблемы будут преодолены. Сталкивались с кризисом Соединенные Штаты и НАТО, и Евросоюз, и даже во времена Холодной войны, но это все временно, понятно, что мы попали в это время, и надо справляться самим. Георгий, вот вы уже справедливо заметили, что очень долго Грузия делилась на время с Саакашвили, с Ванишвили, когда Саакашвили ушел, многие заговорили о том, что это будет ориентация скорее на Россию, вот если сегодня обернуться и посмотреть, сколько людей по-прежнему сохраняют, скажем, прозападную ориентацию в Грузии, является ли в этом смысле Грузия единой? Ну, например, нет ли такой ситуации, когда 40% людей прозападные, 30, например, или 35 уже смотрят в сторону России и думают, ну, может быть, или вот Грузия все-таки единая? Извините за такой вопрос, потому что все-таки мы тоже недостаточно знаем об этом, а хотелось бы. Это очень, кстати, правильный вопрос, и надо держать руку на пульсе общества, потому что в конце концов, да, в конце концов, любые самые либеральные хорошие идеи, они должны питаться общественной поддержкой. Или надо проводить, как сказать, ликбез какой-то... Например, вот, например, вот я вот когда беседовал с украинскими коллегами, вот мы вот сравнивали Грузия, например, в нулевых годах, она работала лучше по части объяснения, что такое, например, НАТО, чем, скажем, в Украине. Ну, может быть, наверное, сейчас, наверное, так сказать, Украина выправила ситуацию в этом отношении, надеюсь. Поэтому, скажем, в Грузии сейчас, вот последние опросы, вот три раза в году, или, наверное, сейчас два раза в году Грузия ждет нетерпения, ну, все заинтересованные лица результатов НБИ, Национального демократического института Соединенных Штатов, который очень активно работает в Грузии, они проводят общественное мнение, так и проводят опрос, где-то три тысячи человек довольно серьезный, репрезентативный, качественный, которому можно доверять. И практически вот последние годы, последние годы лет пять, процент поддержки Евросоюза и НАТО колеблется где-то от 70 до 80 процентов. Ну, вот где-то у Евросоюза около 80, у НАТО около 75. То есть, ну, можно сказать, что практически, ну, не в один голос, но подавляющее большинство, причем, да, понятно, может быть, среди молодежи этот процент выше, но даже среди людей больше 50, более 60 лет далеко за 50 процентов поддержки НАТО и Евросоюза. Понятно, что тут, может быть, это цинично звучит, и Россия постаралась, так в кавычках, потому что вот, начиная с 92-го года она поддерживалась и по российскому городу. То есть то, что вы, то, что вот украинцы подчувствовали в 2014 году, то, что, как говорится, Россия сначала, ну, просто отобрала Крым, потом подожгла Донбасс, вот у нас, у нас там база была Абхазия и Южная Осетия, то есть мы это уже знаем с 91-92-го года. Поэтому, да, даже те люди, которые, скажем, культурно осуществляют себя ближе к России, даже те понимают, что политическая Россия сегодня не покуча, политическая Россия сегодня не надежный партнер, и, тем более, другие шаги России, там, и эмбарго экономическое, и просто-напросто война от 2008-го года, это прямая агрессия. То есть понятно, что Россия не альтернатива. И понятно, что любая, знаете, что даже если, даже если Грузию придет явно, явно пророссийская сила, так сколько еще России, потому что по-другому она прийти не сможет. Сегодня, например, политическая партия, которая за сближение с Россией, она получилась около 3% поддержки, но другая политическая партия около 1%. То есть понятно, что в политическом, да, эти силы, они будут присланы, ну, если парламент состоится, то они будут присланы в парламенте, но у них такое меньшинство, то есть это будет такой, это не будет сильным голосом в политическом дискурсе Грузии. Поэтому, поэтому, да, я считаю, что большая часть вот этих обвинений, что грузинская мечта, на самом деле, российская мечта, но это чисто политическая конъюнктура, понятно, политический конкурент, надо, да, тот факт, что Иванишвили долгое время работал в России, понятно, что это тоже фактор, но понимаете, что, ну, Грузи, например, был один из таких серьезных реформаторов, правда, противоречивый реформатор, Денту Китзы, он тоже долгое время работал в России, поэтому, скажем, тот сам тот факт, наличие в биографии, скажем, электроведённых в России, один тот факт, это не свидетельство, это российская ориентация. Тем более обе эти люди вернулись в Грузию и имели в Грузии гражданство. То есть большая часть, если посмотреть, большая часть политического института в Грузии, там в том же парламенте, и в институте президентства, да, в конце концов, бывший французский дипломат, да, салон, который был президент Грузии, в основном это министерство, в основном это люди, имеющие западное образование, и четко прозападные ориентации. Понятно, что это не гарантия, вполне возможно, что даже люди с западным образованием, они, к сожалению, будут быть частью, так сказать, курса, который, так сказать, не западный, но главная составляющая, главный компонент, в нем декларированных целях скупления национальных действий, если в Грузии будут развиваться политические структуры, политические институты, если в Грузии будет развиваться демократия, это и есть путь к западу, путь к западу он изнутри, он не в том, что ты не встречаешься, не в участии в саммитах с Евросоюзом, не в, скажем, встрече с генеральным депутатом НАТО, или кандидатским президентом, это в домашней работе, это в каждой теме в протяжении страны вперед, если страна становится более демократичной, если там проводят персональные выборы, если страна сменяется мирно, если есть настоящий политический клюрализм, это уже страна, которая идет в сторону Запада, и за этим, как правило, следует уже и так называемый вот венчинный капитал, там уже и страна-центная экономика работает, некорруппированная, экономика, только если мы хотим, ставим ресурсы, ну, в Грузии нет ресурсов, то есть не демократия газа, мощность тут, счастье, потому что говорят, что мы должны развивать. И да, ну, во время на туризме было практически, была, на мой взгляд, слишком сильная зависимость от туризма, сейчас, кстати, вот из-за этого коронавируса, если пропал туризм, он и будет довольно серьезные экономические сложности получить, но, но, страна развивается в таком здоровом режиме, что даже в таких направлениях, он в консидентном о том политике, этому, в принципе, пытается противостоять Россия. Вы знаете, Георгий, вы сказали очень хорошую фразу «westless», то есть без запада, да, без запада такое выражение. Как вы думаете, как долго запад будет еще занят самим собой, и есть ли опасность, что на место запада могут приходить и участвовать в жизни региона, и не только в жизни региона, другие центры влияния, ну, например, как это происходит сейчас вот вокруг Нагорного Карабаха. Вот как вы думаете, есть тут какая-то возможность серьезного изменения игроков в регионе? Геополитика никогда не выключается, и всегда надо это усиливать, и всегда надо об этом все и всегда надо противостоять тех процентов, которые не будут приятны. конечно, надо желать в первую очередь западным странам, и Соединенным Штатам, и Евросоюзу, и НАТО, и основным европейским странам поскорее разобраться со своими вопросами, и самое главное, иметь такое видение международное, и важность нашего региона, и Украины, и Южного Кавканца, такого хорошего баланса мирового, геополитического, потому что наши страны играют важную роль, эти страны, которые сейчас, ну, они не совсем нарастуте, но они могут оказаться, скажем, нарастуте, чем какую модель выбрать. Сейчас же практически в игром условия вот такой, то есть Комбер 2.0, такая версия, это уже между Штатами Китая, вот там, понятно, что Россия, это огромная головная буря для России, для Грузии, но для того, по Штатам, они считают, что это такая лица, там, главная большая ремька в Соединенные Штаты и Китае, и да, многие страны могут задаться вопросом, а вот, является ли американская модель развития лучшей, или западная модель развития, опять же, тут вопросы, например, Китай более, скажем, более жесткий, более эффективно разобрался, скажем, с тем же коронавирусом, чем Соединенные Штаты, это, на самом деле, это да, это понятно, что это большой плюс для Китая, и минус для Соединенных Штатов, но это также, многие страны могут задаться вопросом, а может быть, вот такой тип развития, когда сильное государство, пусть даже навлеющее, создает порядок, наводит жестко в руку порядок, может это лучше? Я считаю, что это не лучше, но, я вполне могу понять, скажем, людей, которые потеряли своих близких в результате коронавируса, что вот, если бы жили бы в Китае, скажем, не в западных странах, у нас, мы, мы, мы были бы живы, это очень серьезный фактор, и об этом, надо думать. Что касается интереса Запада, мы тоже должны очень хорошо работать, мы должны стать интересны Соединенным Штатам, тем, что мы политически развиваемся, тем, что наша страна пытается, пытается усилить демографическим институтом, пытается, часть, то есть реально, не ради, скажем, экономических выгод, не ради, скажем, помощи, там, брамсов того же Восточного партнерства, или, скажем, программы развития Соединенных Штатов, изнутри пытается стать частью, политической частью западного эстеблишмента, западного мейнстрима, то тогда будет, конечно, и интересы больше. То есть, мы должны жевать и Западу, поскорее разобраться со своими, так сказать, вызовами, и самим стараться быть интересными Западу. Естественно, иногда, иногда беспокоить, ну, так сказать, ну, в корректном смысле, но тем не менее, напоминать о том, что мы важны, и то, как пойдет политический трек, политическое направление стран Южного Кавказа и Украины может решить на евразийском континенте этот общий баланс сил. Какое, так сказать, какое будет развитие? Будет это развитие по западной модели или по другой, по альтернативной? Да, сегодня мы видим, что вот вроде бы, понимаете, даже член НАТО Турции сегодня, в последние годы, вот, становится все более авторитарной страной. И ее участие, да, сегодня, в присутствии, в том же, в том же, в том, как Афтазе, да, скажем, в арабахской войне, это, это, как следует, как следует западной сообщества. Она участвует не как, там, член, скажем, там, минской группы или там, какой-то, какой-то другой организации. Она участвует просто, вот, ну, с этой стороне одной из сторон. Опять, мы можем, так сказать, это обсуждать, мы можем, скажем, сочувствовать или не сочувствовать этого участия в России. Сегодня, Запад должен усилить свои позиции. И мы должны ему в этом помочь, и он там должен разобраться. Время пока еще есть, но, опять же, эти тенденции воспринимать серьезно, да, скажем, Китая не так далеко. Понятно, что сегодня весь мир, так сказать, можно сказать, который остановился из-за этой пандемии, да, ужасный. Ну, понятно, что, я очень надеюсь, что в скором времени она завершится, то есть, вот, вторая волна закончится, и вот, третья, уже, такой серьезный не будет, и вакцина будет, в конце концов, уже, так сказать, запущена, и мир с этим справится, как справлялся с другими эпидемиями. Главное, чтобы была политическая, экономическая цена, не очень большая, и да, и наши страны будут очень важными, такими, факторами, вот, в этом, в общем, таком, перетягивании Канады, между Соединенных Штатами и Китаем. И, опять же, от политической силы Запада зависит то, вернется ли Турция, вернется ли Турция, на путь, на тот путь, на котором она была, в течение 75-80 лет своей республики, ведь Турция же это была, опять же, для Грузии, это была государственной моделью, то есть, Турция воспринималась Грузией, вот, как такой переходный этап, вот, между, теперьшним постсоветским состоянием, и, вот, настоящим, КСЗ Запада. То есть, понятно, что Турция была, куда более демократически, и развитой, чем постсоветские страны, но, понятно, что не дотягивалась, до уровня Запада Европы. Вот мы, вот, лично я сам, и многие вокруг меня, вот, воспринимали, вот, Грузия, так, как Турция, лет через 15-20, а еще лет через 15-20, уже как Западная Европа, вот, понятно, вот, вы мечтали, вы думали об этом, и, опять же, это зависит и от, понятно, что зависит и от турецкого общества, это зависит и от западных государств, как, насколько они смогут, такую важную страну, страна, которая имеет, винное вооружение, которое по своему военному потенциалу на втором месяце, в годы Соединенных Штатах, да, в блоке НАДО, то есть вернет эту страну, соответственно, полноценный западный путь, потому что член НАДО, который закупает С-300, С-400 у России, это нонсенс, это нонсенс, и понятно, что с этим надо, с этим надо что-то делать. Георгий, ну, тогда, если позволите, я хотела бы вас попросить прокомментировать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, если вы не против, да, как вы считаете, как могут там разворачиваться события, потому что ситуация сейчас выглядит достаточно драматично. Да, ситуация очень серьезная, и это тоже, на самом деле, это тоже неудача, он действительно вот такой сейлор, очень сильная неудача, права, можно сказать, дипломатизм. Минская группа, которая вот вроде бы, что было в этой группе хорошо, то есть это была единственная какая-то платформа, где Россия с западными странами работала как-то бок о бок, и вот была какая-то надежда, что опять же, и Россия как-то, скажем, тоже станет более надежным партнером, но вот как оказалось, как оказалось, это не работает. 26 лет, в течение 26 лет не было практически никакого продвижения по части, ну вот хотя бы вот освобождение вот этих, этого так называемого коридора, территории районов вокруг собственно горного Караваха, то есть в тех регионах, где в основном проживало азербайджанское население, где 750 тысяч человек оказались среди перемещенными лицами. Это абсолютно гуманитарная катастрофа и в течение 26 лет неспособность, а возможно, и отсутствие достаточно политической воли решить этот вопрос, но привыкла к этой нынешней эскалации, которая, опять же, легко может выйти в течение 26 лет и сейчас являлась тормозом для политического развития и Азербайджана, и Армении. Это то, чем очень хорошо пользовалась Россия. То есть да, Россия, с одной стороны, она была членом европейской группы, с другой стороны, вроде бы миротворец, снабжала оружием за много миллиардов должностей и Армении, и Азербайджан. И я думаю, так сказать, после этого эскалации будут продолжать снабжать оружием. Вот вот такая ситуация, которая, понятно, что она грозит, она грозит более серьезным вовлечением Турции и той же России. И тут абсолютно необходимо, абсолютно необходимо политическое участие Запада. Очень жаль, что Евросоюз, который, понятно, у которого, в принципе, подбога, можно сказать, ну да, понятно, это не граничит Армения с Евросоюзом, но вот через Черное море практически рядом по соседству вот такой конфликт, и только, да, какое было политическое участие? Только 6 или 10, скажем, миротворцев, скажем, офицеров ОВСЕ, которые, скажем, на линии контакта. Это разве политическое участие? Очень жаль, что Евросоюз, являясь экономически-гуманитарной организацией, так и не нарастил, так сказать, мускул, можно сказать, геополитический и, скажем, мускул безопасности, что Евросоюза нет таких, скажем, сил безопасности, не обязательно вооруженные силы, это не НАТО, но опять же, это сил безопасности, которые могут участвовать, которые могут решать пользу мира и пользу добра, можно сказать, политические проблемы. То, что, скажем, Евросоюза никак не было в Сирии, это очень плохо. Это, скажем, это опять же, это говорит об общей славы Запада. И самое главное, уже 4 года назад в Евросоюзе выработана такая глобальная стратегия, но, да, некоторые такие институциональные шаги были предпринятены. То, что сегодня председателем Еврокомиссии является бывший министр обороны Германии, это, конечно, очень серьезный политический жесть, но пока что практических шагов, практических шагов мало. Политические боли нет, и экономические боли, то есть, нет политической боли для того, чтобы больше инвестировать в сферу безопасности, а Евросоюз это необходимо. И Карабахский тезис, и такое неучастие Запада в этом кризисе, который постепенно, ну, оно не надо сказать, что выходит за фанкатону, но который уже больше месяца не удается засушить, это серьезный такой симптом того, что надо что-то менять. Георгий, и еще, конечно, один вопрос, который я не могу оставить поза нашим вниманием, потому что выборы же в Соединенных Штатах президента уже начались, и там по-настоящему приближаются свои интриги и свои, я думаю, своя определенная турбулентность, которая для всего мира сейчас как-то характерна. Вот, как вы считаете, насколько важным для Украины и Грузии является фамилия президента Соединенных Штатов Америки? Или, иными словами, зависит ли политика, Соединенных Штатов Америки по отношению к Украине и Грузии от того, кто будет президентом? Трамп или Байден? Я очень надеюсь, что не зависит, не должно зависит. И я очень надеюсь, мы правда еще не знаем, кто победит, но допустим, опять же, надо учитывать, что очень часто первый срок и второй срок президента, большинство президентов в последние десятилетия обычно проходили два срока, и Обама, и Буш, и Глинтон, первый-второй срок сильно отвечали друг от друга. Если первый срок, как правило, более домашний, то во втором сроке президенты, они уже меньше думают о, скажем, популярности шагов, они больше думают о долгосрочной перспективе. Поэтому, понятно, что последний срок у Обамы, это все 8 лет, не очень важно, что ли дела по международной политике. Поэтому, в принципе, было практически очевидно, что Трамп будет фидолировать с тем, что надо заняться своей страной, нечего нам, так сказать, оставаться во все регионы, ничего хорошего так с этим не приведет. Это было очевидно, что это будет очень выгодным политическим козырем. Я уверен, что если бы, скажем, Клинтон не была представителем геморгартической партии и госсеперитарем Обамы, она бы тоже, так сказать, говорила об эту тему, если бы, скажем, республиканский президент совершил бы ошибки или, скажем, что-то проще. Если эти демократы это пока не прослуживают, это понятно. Поэтому, в данном случае, я уверен, второй срок, гипотетически, второй срок Трампа будет другим. Он уже будет вольный, скажем, для международных американских интересов. Естественно, надо понимать, что Америка, ну, опять же, естественно, у Трампа есть советники, и советники, как правило, хотя бывают исключения, все, допустим, советники, как правило, очень такие думчивые и опытные и знающие люди, они понимают, что сегодня, в следующий день, Америка не может себе позволить росказы заниматься только самосовой. Она обязана быть международным мировым актером. Да, даже если это дорого обходится, по части людских ресурсов и денег, да, в момент, когда экономика не очень, что просветает, но все равно, это мировая необходимость. Опять же, для безопасности самой же Америки не необходимо быть важным международным актером. И во второй срок, гипотетически, я думаю, что этот рамп изменится со своей политикой. Что касается Байдена, то у Байдена есть преимущество то, что он очень хорошо знает этот регион. Именно Байден был человек, который озвучил перезагрузку в 2009 году, хоть был представитель такой старой гвардии и он же сам вместе с Хилари Клиппу с секретарем признали через пару лет не в нужной неэффективности для политики. Они же сами завершили эту самую перезагрузку. То есть, это люди, у которых очень сложные отношения с Россией, которые с руководством России откровенно не любят друг друга, у которых нет таких иллюзий, у которых научены опытом отношения с Россией. и поэтому у них не будет никакого такого образовательного периода. То есть, периода, скажем, новых надежд и потом разочарования. Надо понимать, что все американские президенты, естественно, все хотят нормальных отношений. Все пытаются. Мы помним Муша, который заглянул Путину в глаза и увидел глаза друга. Мы помним перезагрузку ванной. Мы помним и Клинтоновские кредиты огромные России, скажем, продание ответа. Мы помним, это все бывает, и это все через 2-3 года сменяется разочарованием и пониманием того, что Россия сама не готова к какому диалогу. У Вайндена этот этап уже пройдет. Никаких месяцев ведомых месяцев уже не будет и поэтому мы с одной стороны можем рассчитывать, что наша страна получит максимальную поддержку, которую Америка может оказать в тот момент. Другое дело, что из-за ситуации с коронавирусом и других СССР, из-за этих отношений с Китаем может быть мы не будем так сказать на первой и на второй строчке списки стран, которым надо заниматься, но опять же зависит от нас, чтобы мы были довольно высоко. Я думаю, что во второй это будет второй срок в случае победы Трампа и практически для Байна это тоже будет второй срок, потому что он 8 лет был вице-президентом и хорошо знает, что такое постсоветское пространство. Кстати, он и в Украине, и в Грузии, и в таком ситуации в наших странах и я думаю, в этом отношении мы можем быть более спокойны. Но опять же это в случае победы Трампа будет зависеть какие у него будут советники, насколько он будет слушать и насколько действительно второй срок будет уже более таким стратегическим, а не скажем, рассчитанным на популярные слова. Георгий, вы хотели бы сейчас сделать прогноз, кто же станет президентом или отложим это на позднее время, когда будем знать результат уже? Это очень неблагодарное занятие сделать прогноз и обычно говорят, что у политических экспертов и аналитиков должно быть предстоятельство. Они должны уметь делать прогнозы, а потом объяснять, почему они не сбыли. Хорошо объяснять. Опять же, большинство обросов показывают преимущество Байдена, но надо помнить, что те же самые его обросы показывали четыре года назад преимущество Клинтона. Может быть, оно было не такое, но опять же, мы еще знаем, что в Америке такая особая система, на мой взгляд, уже устаревшая электоральная электоральная по штатам электоральная и четыре года назад Гиллари Клинтон набрала почти на три миллиона больше голосов, но тем не менее, проиграла в разнице в 70 электоральных голосов. Опять же, не исключено, что и подобные эти акулики. Байден может выиграть с разницы в три миллиона или в три с половиной миллиона, но тем не менее, скажем, по электоральным проиграть. То есть, то, что он выиграет вот этот самый popular vote, то есть, то, что большее число людей проглазнули за Байдена, я думаю, это практически гарактировано предсказать, но будет ли это достаточно для электорального победы, ну, это я скажу и не делюсь. Георгий, спасибо вам огромное, спасибо, что вы были сегодня с нами на связи, мы были очень рады. И я хочу напомнить, что Георгий Чендишвили был сегодня с нами на связи, за что мы им очень признательны, а мы признатели также и вам, наши спонсоры на платформе Патреона, нашему другу и партнеру в Медицинском центре Кризма. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok